Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Слава ПВСС! И сегодня мы поговорим о немецком хай-эндушке, который делается вовсе не в Германии. Ну он уже весьма условный хай-энд, на самом деле, я бы сказал, что это уже такой миддлэнд, судя по цене это 40 евро. В общем, да. Можно спалить картинки на заднем фоне. Это будет Xpermiser V3 Fire от компании X-Vape. Собственно, позиционируется как немецкая разработка, сделанная в Китае. Типичная, скажем, для Apple технология, когда designed by Apple in California, made in China, in подвал, возможно. Да, бачок нам пришел, бачок любопытный. Давайте двинем сразу, поглянем на стол, поглянем на внутренности всего этого добра. Все расскажу, все покажу, потом вернемся и поговорим. Там есть, чтобы посмотреть. Точно. Xpermiser у нас куплен на официальном сайте, приходит он вот в такой вот фирменной коробочке. На коробке есть из интересного указания на его цвет. В данном случае это Black Gun Metal с объемом 4 мл. Бывает еще двухмиллилитровая комплектация и бывают еще куча опций по цветам. На коробке, собственно, сам Xpermiser с надписью Designed in Germany. И на обратной стороне все его основные преимущества, которые мы сейчас по ходу делаем и рассмотрим. В коробке инструкция по эксплуатации. Надо сказать, инструкция крайне скудная, исключительно текстовая. Но зато огромный плюс за кучу языков, на которые она переведена. Также у нас присутствует ремкомплект с болтами для стоек, синенькой китайской отверточкой и всеми орингами. И сам бак монументален, как обычно оно бывает у немцев. Давайте сразу начнем, наверное, с замеров. Диаметры 22 мм. В районе накаток чуть-чуть вылезает за диаметр 22,5 мм. По высоте 54 мм, если без дриптипа. И с дриптипом абсолютно монументальные 70 с небольшим мм. Это прям гигант. Живой вес 75 грамм. Монолитно. С точки зрения конструктива. Это классический бачок с нижним обдувом и регулировкой воздухоподачи. Также присутствует регулировка подачи жидкости с возможностью ее полного перекрытия. И заправка у него производится сверху. Вот таким вот образом через большое отверстие. Тупкеп у него на резьбе. Даурин используется в качестве материала изготовления дриптипа. Дриптип 510. Шахта под него достаточно глубокая. То есть, в принципе, любые кастомные дриптипы сюда абсолютно спокойно должны сесть. Что сразу хочется отметить по внешнему виду устройства. Это больше накаток, богу накаток. Это мы уже неоднократно видели в европейском дизайне. То есть, швейцарский, допустим, Бакфюри Кейн второй версии. Он тоже был с большим количеством накаток. Тайфуны третьей версии, допустим, которые мы тоже относительно недавно обзирали. Тоже накатки везде присутствовали. Это вот, видимо, их прям какая-то фирменная тема. Для того, чтобы удобно перекрывать подачу, на вот этой верхней части бака присутствуют тоже дополнительные прорези, канавки. Чтобы за них можно было хвататься. Подача очень классно настроена. Она не свободная, не тугая. Ходит прямо как нужно. Обдув. Здесь потуже колечко на самом деле ходит. Обдув забирается в воздух с двух сторон. Вот раз щель, вот два щели. И с обдувом тут какая штука. Здесь используется такое же смещение отверстий воздухоподачи, какое мы видели на третьем тайфуне. То есть, с одной стороны, видите, здесь открыто одно отверстие. Здесь открыто два отверстия. То есть, можно открыть, допустим, отверстие одно с одной стороны, с другой стороны будет все перекрыто. Потом открыть, соответственно, три. Потом пять. Ну и так далее. При этом первые два отверстия с этой стороны и одно с этой, они идут меньшего диаметра, а потом они в диаметре увеличиваются. Интереса ради. Судя по всему, большие диаметром где-то полтора миллиметра и маленькие, где-то 0,7-0,8 миллиметра точных ТТХ я, к сожалению, нигде не нашел. Отверстий достаточно много. То есть, возможности по подаче воздуха здесь достаточно обширные. То есть, фактически мы здесь имеем 11 отверстий подачи воздуха. С этой стороны у нас их пять, и с этой стороны у нас их пять плюс одно. Вот таким вот образом за счет смещения получается. Коннектор 510 у бака. На коннекторе гравировка X-Vape, X-Promizer и его серийный номер 19525. То есть, из этого можно сделать вывод, что уже почти 20 тысяч этих устройств они благополучно продали. Это, в общем-то, достаточно серьезная цифра для такого серийного атомайзера, который еще по всему позиционируется как европейский. Давайте заглянем ему под купол. Вот таким вот образом он смотрится на относительно компактном боксере. Надо сразу сказать, что к нему лучше подбирать что-то, наверное, посерьезнее в плане объемов батарейного блока. Если мы снимем с него топ-капстер и воздуховод, что мы здесь увидим? Во-первых, внутри никакой мы не видим купольной обработки. Небольшой скос испарительной камеры купола есть, конечно, но классической сферической обработки здесь нет. Стоит отметить еще вот какой-то тонкий момент. У него есть два стоковых объема – 2 мл и 4 мл. Хитрые немцы не стали выдумывать велосипед и по факту объем 4 мл он делается из двух с использованием экстендера. То есть вот эта вот часть, она у него съемная, как и съемная часть воздуховода. Это все разбирается, но особого смысла в этом я сейчас не вижу. Здесь у нас стеклянная телобака, то есть в принципе абсолютно спокойно все это совместимо с жидкостями, с агрессивными аромами. Это все стандартно. По базе. Тут самое интересное. Во-первых, база у нас строго кайфуноподобная, наверное. Есть два винта стоек, есть отверстие подачи воздуха. Причем здоровое надо отдать должное, где-то порядка 2,5 мм в диаметре. 2,5-2,8 мм. С МТЛ очень слабо так сочетается. Тут вся фишка в подаче жидкости. Понятно, что фитиль укладывается вот в эти канавки. Но в каждой из этих канавок есть по 3 отверстия подачи жидкости извне. Здесь соответственно отверстия подачи жидкости также 3. Раз, два, три. Открываться они могут либо по одному как с этой, так и с этой стороны, так и попарно с центральным. Ну и могут быть открыты все вместе. Ну давайте рискнем это дело намотать. Мотать мы будем по традиции нефе 0,5-й. 2,5 мм. Ну и наверное порядка 6 витков. Заранее прокомментирую возможные вопросы. Нефе мы прожигать не будем. Нас очень часто об этом на канале спрашивают в комментариях, что почему вы не прожигаете нефе. У меня всегда встречный вопрос. Зачем? Мы мотаем спейс-койл. Если витки спейс-койла не касаются друг между другом, если проволока у вас кошерно чистая, а не взятая из какого-нибудь китайского подвала, то ее дополнительного прожига по факту не требуется. Но особо, скажем, эстетически настроенные личности вполне могут ее прожечь. Ничего от этого страшного не будет. Только с термоконтролем и определением стартового сопротивления будет определенная проблема. Должен отметить, винты под оборотом почти идеальны. То есть прям 0,5-й нефе прижимается вообще идеальным образом. Не вываливается, при этом никаких дополнительных вот этих вот подпорок, ничего не надо. Примерно вот таким вот образом должна выглядеть на нем намотка. Укладка интуитивная по принципу, который я в общем-то использую, что в тайфуне GT3, что в последних склейпах. Ничем он не отличается. Главное фитиль обрезать по примерному уровню базы и аккуратненько его затрамбовать вот в эти вот канавки. Так, заправить бак. Перекрыв подачу. И можно ехать дальше. Сегодня мы для заправки будем использовать нашу нежно любимую жидкость Claro T от компании Tijus. В общем, бак заправлен. Отверстия обдува открыты здесь с одной стороны два, здесь три. Подача приоткрыта. Давайте попробуем. Ну, такая относительно тихая затяжка. Давайте откроем на полную ради интереса. Слышится скорчание жижи уже. Нет, невозможно. Абсолютно точно надо прикрывать. Так, ну попробуем тугую затяжку, по их мнению, на трех маленьких. Вот это прямо гениально. Ну что, давайте возвернемся наверх, все это дело обсудим. Кирилл, ты мне объясни вот что. Ты каким вообще боком заинтересовался этим баком? Я просто любопытно. Просто вот сейчас посмотрели, да, как сделано, как работает. А я тебе расскажу. Давай. Вот прямо расскажу. В общем, на заре, скажем так, моего увлечения вот этой вот всей фигней под названием «брось курить задешево». Шуточка за 300. По-моему, отлично сразу пошло. Ну давай. Стендапер, блин. Мы с моим товарищем Иваном рассуждали на тему того, что вот есть прикольные бачки немецкие, экспромайзер, тогда это была версия V2. Вот все в них круто, но 75 евро, серьезно, 75 евро – это что-то совсем очень-очень-очень дорого. Вот прям совсем дорого. Вы сейчас заценили, да, 75 евро – это дорого. Это говорит человеку, у которого «Димас» оригинальный был. Да. Да. Вот. Да, и «Сквейт», да. Ну, да. Есть. Оригинальный. Идеянин. Ну, тем не менее. Ну, то есть, да, мы такие, 75 евро – за что? Нет, там, конечно, куча деталек, всего интересного. Ну, в общем, мы вот это вот все посмотрели и как-то это плавно забылось на фоне там сначала Китая, потом оригиналов слегка подороже и всего прочего. Вот. И тут вот, знаете, как-то лажу я в интернете, ну, в нашем этом родном, такой вижу, ну, ничего себе. В нашем родном немецком интернете. Да. Ну, потому что… Кто тебе родня, я не понял, да? Такие воль натюрлик, да. А я объясню, опять-таки. Таки вы же понимаете, что такие чисто между нами, да? На немецких сайтах есть куча допов для старых сквейпов RRS и, соответственно, я там очень частенько бываю. Ну, на KMDV в частности, это понятно. KMDV – британский сайт, ну, ладно. На Intense в частности, да. И еще везде. И совершенно случайно, вот где-то я увидел рекламу «Expromiser V3 FIRE». Я такой думаю, интересно, а что это они выпускают? How much is the fish? А ты уже подел по скутеру, да, фанател? Да, вы что, конечно… Fire! Вот. И залез я вот по перекрестной ссылке и смотрю, такой, ну, ничего такой интересный баг. Особенно меня умилили, конечно, вот эти классические немецкие накатки. Ой, накатки. Боже мой. Мне вот с этого буквально вот хотелось, понимаешь, начать вообще. Минусы этого бага. Потому что сколько мы вот этих вот немецких, да, европейских багов взиральных. В сравнении, там, Hurricane V2, Typhoon GT3. Вот это вот всё вот. Какого хрена они вот так любят вот эти вот накатки лепить везде и всюду? Я этого не понимаю категорически. Ну, ты просто… Понимаешь, это вот немцы. Это преемственность. Вот это вот «квадратиш практиш гуд», да? Да, это… Как это? Накатиш практиш гуд. Накатиш. 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 Представляете, как звучит-то «накатиш». Вам только «анакатиш». Естественно. Кроме мы же алкота. Кто о чём. Ну, да, да, да. Ну, вот, да, накатки здесь меня просто умилили. Я не сдержался, честно. Ну, 40 евро вроде не так дорого. За накатки только. За накатки я всё-таки… Не, ну, ты пойми, всё-таки «Тайфун GT3» с теми же накатками 115 евро. На минуточку. А здесь… А ничем не лучше, да? Да. А здесь… А? А? У них лучше… Это хорошо было. У них лучше… Станки там, все дела там. Вот это вся фигня. Свастика кое-где там, на станках просвечивают ещё там. Орлы. Да, да, да. Парусь где-то. И здесь, конечно, вот… Просто… Железное небо и всё такое, да? И здесь, конечно, true олдскульный просто. Вот я… Мне кажется, он всё-таки не стальной, а алюминиевый. Мне бы показалось, что Далриновым, честно говоря. А может даже Далриновый. А, да. Далрин, скорее всего, да. Ну, на чёрном очень круто смотрится. Практически не отличишь. Такой, знаете, олдскульный такой длинный дриптип. Петя очень не понравился при этом. Хотя он любитель длинных дриптипов. Да, но этот ужасен. Но он напоминает очень сильно, вот, знаешь, олдскульные вот эти длинные дриптипы для сквейпов. На самом деле. Ну, да. Принцип тот же. Слушай, ну, видно по баку, что вот здесь вот посмотрели везде, всё и всюду, на самом деле. Заправка такая же, как на, господи, китайских этих баках ОБСовских. Кривусы. Кривусы. Кривусы, да. Вот оттуда это пошёл. У КМВ-2 такая же заправка бывает. Ну, условно говоря, такая же у Гусара. Ну, да. Только у Гусара снимается целиком. Как я люблю эту Клару Те. Фух. Да ладно. Как я нежно люблю Клару Те. Но при этом всём. То есть, вот Бак мне честно, он сильно напомнил Тайфун 3. Но с определёнными, такими маленькими доработками. Я вообще, когда его на фоточках в Китай газинах видел, мне казалось, что это просто какое-то очередное творение этих самых «отдай мне табличку». Какую табличку? Не скажу. Ладно. Вы о наказках разговариваете. Дальше. Вот. Просто напомнил, что это Тайфун какой-то. Ну, очередная эта разработка. То есть, я не полез дальше и даже смотреть, кто это. То есть, там, и о чём это. Что мне показалось, что это Тайфун. Видимо, я не знаю. То есть, то ли у немцев культура такая, производственная какая-то? Ну, что больше похоже, это немецкая и европейская какая-то, целостная общность у них определённая идёт. Я не знаю, почему так. Но при этом всё. Регулировка подачи. Вот. Я на неё бухтел в каузапе, да, как таковом. Что вот нахрена там эти вот три дырки, там нахера вот этот вот весь колхоз. Блин, ребята, она работает, вы не поверите. То есть, я вот намотал его, да, и открыл по привычке три дыры. Ну, думаю, нормально справится же, Господи, мощности не те. Ещё я тут же перелив получил. Моментально просто. Поэтому, ей-богу, вот на двух открытых дырах, вот при текущей намотке он работает великолепно. А по-моему, я поставил саму маленькую, по-моему, идеально он работает именно на одной. Даже так? Ну, вполне возможно. И, кстати, знаете, вот удивительно, удивительно, мы вот с Василием очень нежно любим хлорутел. по реакции Василия, вы заметили, я бы никогда не подумал, что на вкус может повлиять регулировка подачи жидкости. Кстати, как ни странно, ты прав, с одной открытой дырки подачи жидкости оно гораздо лучше, чем с двумя. Да. Видимо, когда перелив у тебя получился, всё-таки, ну, пара мелкодисперсная, наверное. Крупнодисперсная, наверное. Мелкодисперсная. У тебя гораздо меньше капли, то есть, там, соответственно, у тебя больше вкусовых сосочков покрывается. Слушай, ну, парадоксально. Открыта буквально три мелких дыры подачи воздуха. Это три по 0,8. Это хардкорно тугая затяжка, можно сказать. Но она комфортная, кстати. При этом она блеск комфортная. И подача открыта на двух самых маленьких отверстиях с каждой стороны. Да, и прямо хорошо, слушай. И Клара Т стала всё той же Кларой Т. Всё такой же отвратительной. Ну, зато мы точно знаем, что это именно тот вкус, о котором идёт речь. Мерзохный. Да, передаёт очень хорошо. Ну, в общем-то, о минусах тут разговаривать по факту бесполезно. Минусы – это у меня только придирки к внешнему виду и к его вот этой монументальности, которая взяла из себя. Да, тут надо ещё отметить, какой момент. Он бывает в разных цветах, но это ладно. Цветок, кстати, да. На сайте там дофига, что кто ли 6, кто ли 7. Их там дофига. Это просто потому, что китайцы делали. Китайцы делают разноцветные. Ну, сами понимаете, да. А фишка-то здесь, на мой взгляд, в том, что есть двухмиллилитровый, есть четырёхмиллилитровый. Так вот, из четырёхмиллилитрового можно сделать двухмиллилитровый. У него просто стоит проставочка и экстендер внутри в паропроводе. Они выкручиваются. Он, правда, хитро разбирается. Но сам факт, да. Его можно, скажем так, с миллиметров на 8 по высоте снизить. Ну да, я в кулзапе это так упоминал вскользь. Сделать можно, но я этого не делал, потому что нафиг мне надо. При этом всё, на сайте продаются отдельные экстендеры. Что-то стоит 7 что ли евро. Каждый экстендер на 2 миллилитра. Их можно поставить неограниченное количество. Да, теперь представьте, вы таки собрали себе 20-миллилитровый бак. Снизу, как на этом. Можно из кармана парить. Да, при этом пар будет идеально холодным. Потому что высота же, воздуховод это будет сумасшедшая совершенно при этом всё. Немецкая волынка такая. Какая прелесть. Да, зато вот и прикинь, такая вот дурынка. Можно будет уже реально говорить о хихиенде, понимаете. Вы за 40 евро покупаете бак и ещё десяток экстендеров себе покупаете. Итого ещё плюс 7-10, да? 110 всего-то. 110, зато представьте, у вас там 20 плюс миллилитров в баке. Ага. 24 миллилитра жидкости. Супер. Вот тогда в большой сборке... Я думаю там дырки надо будет не открывать совсем для подачи. Так будет передавливать столбом. Ну да, это будет реально столб. Так мало того, этот столб он идеально подойдёт к шкафу от ViewMods, про который мы эпизодически что-то заикаемся. У которого жутко глубокая шахта. Вот туда его вставить, это будет такая, знаешь, монолитный кирпич, лежащий у тебя в руке. И оттуда мы увидим дриптип наконец-то, да? А может быть даже заправить удастся через верх. Типа того. А ещё, кстати, один из способов применения, это, ну, знаете, есть такие мехмоды, в которые вставляются последовательно две батарейки 18650. Можно будет собрать нормальную такую дубинку. Представляете, да, это будет. Вот тут натурально можно будет из кармана парить. То есть вот прям находка для тех, кто любит кастер. Он не получит из кармана. Карман прорвёт просто. Ну да, место будет. Не каждый карман выдержит. А ты положишь туда ключи, кнопка будет ключами нажиматься, и можно будет даже не давить просто так. Как это, боком нажимать слегка и загнувшись в эпилептическом припадке. На грудный карман рубашки, ну там да, прорвёт. Ладно, мы хохмить можем долго. А вы извращенцы, да. Мы хохмить можем долго, но... А валит то он. Да, во-первых, валит он неплохо, во-вторых, по вкусу он хорош. А что по большому счёту ещё надо настоящему индейцу? Настоящему индейцу надо допов. Их на сайте есть. Разноцветные. Да. Во-первых, бог с ним, что разноцветные. Там, по-моему, порядка то ли двух, то ли скольки евро доплаты от 39-90, и вы получаете уже цветные вариации. Типа вот это. Есть Gunmetal, есть чёрный. Есть чёрный мотированный, есть полированный, есть мотированный. Ну, то есть, вариантов просто под каждую. Есть радужный. Ну, это для тонкости. Также из плюсов заказа напрямую на X-Vape. Я понимаю, что вы, ребята, хитрые, да, и все любите FastTech и 3F Wave. Но, в чём есть плюсы заказа напрямую от производителя? Вот Кирилл заказал, и он получил внезапный бонус. Да. Мне просто бонусами наложили. Во-первых, запасное стекло. То есть, вот я за это не платил. Вот просто немцы, они... Оно было просто в коробке. Я удивился. Думаю, надо же, какой продвинутый. Экипан у нас, да, заказал себе всё разом, на всякий случай, запасную. Потому что, зная рукожопость, ну, как бы может быть всякая. А они, оказывается, просто на шару кинули. Стекло, изолятор маленький, изолятор большой, изолятор стойки и оринга в кучу. То есть, вот просто на шару, понимаете, да? Для прижимистых камрадов, я считаю, что надо заказывать именно на X-Vape. Ну да, учитывая, что эти допы, они все тоже добрых евро-10 по отдельности стоят, на самом деле. Ну, я думаю, да. И тут мы подходим к очень тонкому моменту. Почему надо заказывать на официальном сайте? Сейчас, как вы знаете, идет чемпионат мира по футболу. Я вот сегодня залез на сайт производителя и немножко удивился. Собственно, ввиду того, что они немцы, они истинные патриоты. И они предлагают сделать что? За каждый гол, забитый их командой, они предлагают 10% скидки по промокоду. Если голов будет больше, соответственно, скидка будет увеличиваться. И так вплоть до 30%. То есть, они не сильно верят в свою команду, что максимум эти пацаны забьют 3 гола на чемпионате и все. А нет ли там, что при им забитым минус? Ну, максимум 30%. Тем не менее, то есть, как минимум по вот этой причине есть смысл сейчас идти на официальный сайт, если вас хоть как-то девайс заинтересовал, его заказывают со скидосом. Если они будут все такие же щедро, еще и допов насыпят. Ребята, это просто надо брать, это за копейки бак получается. Ну да, причем бак, ну, действительно, его интерес еще дополнительно в чем? Он, скажем так, в сравнении со всеми остальными популярными китайскими баками, он, во-первых, ну, можно сказать, МТЛ, да? Ну, такой, относительно. Относительно. Ну, мне его МТЛ напоминает сквейк, на самом деле, в плане затяжки. Да, там принцип был тот же. Даже поплавнее, у него затяжка, значит, больше. Принцип был только тот же, УРС и УРТУ. Была большая дыра обдува и зажимание именно кольцом регулировки воздуха. Притом, он был вкусным. Здесь подобная история какая-то, что бак был, он и есть вкусный. Простите, простите. Между прочим. Тем не менее, бак, в общем-то, при всех этих условиях нам понравился. Да, на удивление. Никто не ожидал, что немецкий бак китайского изготовления за 40 евро нам может понравиться. Господа, может, мы начнем с как-то заканчивать 16-часовой обзор. Да, да. Бусардо плачет, уже бьется в истерике, я так не могу говорить, как эти пацаны. Да, да, нельзя так, нельзя так. Нельзя так. Стариков надо уважать. Мишу, да, пускай он там вот в ней вот и сидит. Спешим напомнить, что у нас вот там все еще внизу болтается ссылочка за донатами. Если кто-то хочет помочь нам в нашем нелегком деле, мы только будем рады. Мы обязательно напишем ваше имя в комментариях там где-нибудь. Да, и мы вас услышали, мы очень хотим микрофоны петлицей, новую камеру. Да, да, еще есть у нас тема, где за китайские деньги можно купить не китайские всякие фигурины. Ну да, то есть за совершенно смешной ценник можно приобрести совершенно не китайский какой-нибудь девайс или какой-нибудь аксессуар для вашей любимой железяки. Тема совершенно благотворительная, там все прозрачно и все идет исключительно на то, чтобы нам собрать некоторую сумму, черт побери. На микрофонушке мы вроде более-менее там подкопили уже, вот сейчас вот пытаемся собрать на камеру, чтобы вам было приятнее видеть наши лица. Зачем не знаем, но вы этого хотите, поэтому все будет. Видеть легкую мою припухлость там... Да, и так далее. В общем, спасибо, что вы нас так недолго вытерпели, спасибо, что посмотрели, всем счастливо, всем пока! Пока-пока!